Время сегодня спрессовано и действительно требует от нашего общества консолидации всех политических сил, всего народа, для того, чтобы справиться с вызовами, которые сегодня ставит перед нашей страной в целом международная ситуация. Мы видим, как разворачиваются события в Крыму, что происходит сегодня в Новороссии. И все эти вопросы, конечно, требуют от нас особых усилий. Вместе с тем мы видим, что когда мы консолидируемся, то не все понимают правильно эту консолидацию. Мы с вами хорошо ее проявили, когда работали все в едином порыве, оценивая ситуацию в Крыму. Много сделали по Новороссии. Немало сделано и на других направлениях, допустим, в том же Охотском море или по заявкам на северах. Но вместе с тем социально-экономическая ситуация, она сегодня настолько тревожна, она понуждает нас, побуждает снова и снова возвращаться к этим темам и проблемам. И в первую очередь к социальным, к обнищанию нашего народа. Здесь за эти дни не раз уже говорилось с трибуны Государственной Думы о каких мерах, о тех мерах, которые необходимо принимать, чтобы исправлять ситуацию. И мы с вами видим, что не решив эту задачу, нам очень трудно будет решать в целом и те вызовы, где мы добились определенной консолидации. И наши национальные интересы и наши глобальные интересы будут, естественно, также проседать. Мы с вами посмотрели выполнение бюджета за 2014 год. И согласитесь, что через год смотреть, как произошла в целом система, отлаженная как бы по исполнению бюджета, то все мы согласились с теми бедами, с теми проблемами, которые обнаружены вот через этот период времени. Но действительно, когда три всего из 32 программы называются более-менее эффективно выполняемыми, а 11 вообще не подлежат, как говорится, анализу, 18 кое-как, когда 3,5 триллиона не освоено денег, когда провалены ФАИБы и так далее, и так далее. И вот обо всем этом поговорили, одели терновый венок на министра финансов, кстати, бывший, творил больше, конечно, черных дел для России. И с его подачи те золотовалютные резервы, которые от золотого дождя углеводородного сырья отправлялись, и сегодня на уровне 1,2 триллиона по экспертным оценкам осели в странах, которые входят в блок НАТО. И решать очень тяжело, согласитесь, даже ту проблему, где мы с вами консолидированы в едином плане. И вот эта ситуация будет ли меняться в 2015 году? Когда мы посмотрели сегодня результаты предварительные по 9 месяцам и 8 месяцам, то мы увидели, что все те же беды, они остались. Они остались, и также по 46 программам сегодня ниже среднего идет выполнение, а жилищно-коммунальное хозяйство, вокруг которого идет в стране разговор очень серьезный, вы это хорошо после выборов знаете, вообще выполняетесь на 28 процентов. Коммунальное хозяйство, инженерные сети к зиме идем 22 процента. Проблема водных ресурсов 33 процента. И можно дальше перечислять, и мы увидим в том плане, что еще хуже прошлого года складывается ситуация по освоению федеральных бюджетных программ. Не лучшим образом обстоит дело в региональной части. Там сегодня всего 10 у нас с вами регионов являются донорами, а 47 уже по существу через задолженный механизм, за должности свидетельствуют о том, что они являются у нас с вами дефолтниками региональными. Если посмотрим, о чем тоже мы много говорили, как развиваются наши регионы, как программы эти выполняются, Калининградская область 9 процентов. Если взять Дальний Восток и Забайкалье, ну чуть побольше, чуть побольше. Аналогичная ситуация ниже Запредельного по Северному Кавказу и так далее. И в то же время мы видим, и сегодня пора сравнить, что же мы предлагали в этот кризисный год по существу всей оппозиционной партии. Мы четко предлагали с вами сконсолидировать все наши усилия для того, чтобы работать на направлениях возрождения нашей промышленности, сельского хозяйства, дать деньги нашему отечественному товаропроизводителю, пустить его на рынок. Вместо этого задрали альтернативно ставку кредитную, показав, что 17 процентов и выше только можно взять кредит. Обвалили наши предприятия, обрабатывающие весь комплекс. И многие сегодня тысячи предприятий или не выплачивают зарплату месяцами, или два дня в неделю работают и так далее. Мы говорили о том, что необходимо взять валютную систему под контроль и прекратить этот отток. 150 миллиардов долларов в прошлом году выбросили, сейчас за полгода 52 миллиарда долларов выбросили. Ничего в этом плане не делается. Работают снова лекалы Международного валютного фонда, где запрещается регулирование внутри страны ограничения этих валютных потоков. Диавширизации. Снова будем слушать в ближайшее время президента послания. Он снова будет говорить об этом. А мы что делаем? Законы в этом плане абсолютно не работают. У нас сегодня до 80 государственных корпораций зарегистрированы в офшорах. 40 процентов финансовых сделок идут через офшоры. Коррупция. Добавить, если сюда ту систему, которая сегодня взорвало общество, пожалуйста, вот Коми. А ведь до Коми были сколько этих кущевок. На Рязанщине, в Туле. И сидит сейчас все руководство Астрахани в тюрьме, а прокурор застрелился. И пошло, и поехало. А до этого, пожалуйста, что было в Минобороне? В наших государственных фондах всем миром необходимо в этом плане бороться. Фракции и коммунисты предлагают еще раз в этой обстановке все сделать для того, чтобы расставить приоритеты, консолидировать общество на решении злободневных проблем. В этом выборы просто показали весь цинизм, всю грязь, которая усугубляет систему мер, которая бы могла нас с вами вывести на тот путь, на путь взаимовыручки товарчества, на путь системного отношения и решения тех злых проблем, которые мешают нашей России развиваться и двигаться вперед. Нам необходимо восстановить, безусловно, контроль. Контроль не только за валютным и налоговым процессом. Надо восстановить контроль за работой и деятельностью министерств, ведомств, корпораций. Почему сегодня в убытке работают уникальные наши природные комплексы? Безнадежно убыточен сегодня лесной комплекс. Лесная держава в пять раз за последние годы сократила свое участие в ОВП к советскому прошлому. В пять раз. Посмотрите наше село, посмотрите наши бодные биоресурсы. Посмотрите, в конце концов, наши углеводороды. И вы увидите, наплодили миллиардеров долларовых. Семь только процентов мы добываем в новых, как говорится, разведанных местах. Все работаем на старом заделе, вместе с тем каждый раз снижаем налоги. И все делаем для того, чтобы там, не дай бог, где-то в интересах России, в интересах народа, что-то произошло. Но, повторяю, уважаемые товарищи, давайте мы всерьез еще раз все задумаемся над теми проблемами, которые высветили отчеты министра финансов за 2014 год. Сегодня мы будем эту тему еще смотреть. И все, что произошло на последних выборах. Давайте вычищать эту грязь. Я убежден, что абсолютно большинство из вас к этому не причастны. То, что было в Рязани, разве Николай Иванович к этому причастен, убежден нет. Но давайте мы спросим, в конце концов, по большому счету, из себя, когда критикуем наших министров, что в целом система у нас настолько сегодня разрушена, загнила, что нужен самый системный сегодня механизм, который бы изменить мог в интересах народа и курс, и сформировал бы то правительство, правительство народного доверия, которое могло бы справиться с вызовами сегодняшнего дня в интересах народа и нашей любимой России. Удачи нам всем в этом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова